Кирилл, мы были в нескольких квартирах-сталкерах. Как выбирают сталкера квартиры, которые им нравятся? Ну, в первую очередь, по комфортности и по сохранности жилища. То есть в Припяти есть около, наверное, 15 проектов различных домов, советских проектов типовых. И все они в той или иной мере за 30 лет показали свою надежность. То есть большинство проектов оказалось провальными, судя по всему, потому как потолки текут, подвалы затоплены, грибок, отслаиваются обои, гниет паркет. То есть это уже не квартира, а сухой помойки. Ну, некоторые дома напротив, как вот этот, например, к примеру, сохранились достаточно хорошо. То есть здесь условия вполне еще комфортабельные для постоянного проживания. Летом там более-менее прохладно, зимой можно собирать тепло. Целые окна, надо, чтобы были, опять-таки, по желанию обои, чтобы были целые. Ну и какое-то определенное количество мебели в парадном. То есть чтобы можно было со всего этого шанс таскать все в одно место, аккумулировать самые лучшие предметы быта и по максимуму устроить себе комфортные условия после тяжелого перехода. Я померил радиацию в этой квартире 0,37. Это очень много. Ну, не сказал бы. Так выбираете в этих районах, в которых чисто более-менее? В квартирах почти везде чисто. То есть в тех квартирах, где было грязно, всю мебель выкидывали из окон. То есть вот эти шестнадцатый этаж, к примеру, на площади. Из фотографий начала девяностых годов, где висят просто вещи, просто выкидывали из окон все. Телевизоры, всю бытовую технику защищали, квартиры дезактивировали. То есть в квартирах везде более-менее чисто. Единственное, что в первом микрорайоне, там даже в первые дни после аварии, там в квартирах достигал фон около одного рентгена, то есть непосредственно в самих квартирах. Потому что первый микрорайон ближе всего к ШС. Ну, а здесь третий, четвертый, пятый. И тут чисто квартиры.